Уважаемые читатели! Мы унижаем друг друга, чтобы сделать себе легче, избежать проблем, оторваться на ком-то. Сегодня цель нашей встречи – показать, что несмотря на огромные различия, имеющиеся у людей, каждый из нас может стать примером для подражания на основе доброго отношения друг к другу, взаимопонимания и толерантности. Так что же такое толерантность? Толерантность – это социологический термин. Он пришел к нам из науки социологии. И если говорить простыми словами, то толерантность – это терпимое отношение к инаковости, к другим нравам, к другим особенностям, к другим привычкам, народностям, вероисповеданиям и так далее. Ну тогда, исходя из определения толерантности, хотелось бы узнать, что значит быть толерантным. Толерантным. Поподробнее. Да. Естественно, если говорить про то, что значит быть толерантным, это про то, что мы должны терпимо относиться к окружающим людям, к их привычкам, к их особенностям, к их вероисповеданиям, ко всему тому, что отличает других людей от нас. Это не означает, с другой стороны, что мы должны потворствовать, например, чему-то, например, жестокому обращению, агрессии. Это несколько иное понятие. Это понятие именно про то, что мы принимаем отличия от других людей от нас. Но это не значит, что мы обязаны думать точно так же, чувствовать точно так же, как другие люди, принимать чужие принципы, если они нам не подходят. Так возможно ли быть толерантным в современном обществе? Я думаю, что это достаточно сложный вопрос, потому что, с одной стороны, наше современное общество становится более разнообразным. Если раньше у нас было больше ограничений, больше правил, больше требований, то сейчас мы как будто бы, с одной стороны, имеем большую свободу. С другой стороны, возникает путаница, что является правильным, что является хорошим условно, что поддерживать, что не поддерживать, где-где-то истина. Мне кажется, что быть полностью толерантным в нашем обществе достаточно сложно, но все-таки можно. И для этого у каждого из нас должна быть своя собственная ценностная база и свои представления о том, что для нас является приемлемым, а что является неприемлемым. Так отсюда вытекает другой вопрос. По отношению к чему быть толерантным просто необходимо, а к чему нельзя проявлять терпимость? На мой взгляд, нельзя путать толерантность и безразличие. Это разные вещи. Хотя достаточно часто я замечаю, что люди используют их как синонимы. Но это разные понятия. Толерантность – это терпимое отношение к различиям. Например, если мы видим человека, который чем-то от нас отличается цветом волос, глаз, какими-то привычками, какими-то особенностями. Здесь я просто обязана проявить толерантность. Он не обязан быть таким же рыжим, например, как и я. Или это человек с особыми потребностями. Здесь я обязана проявить толерантность. Но если я вижу, что другого человека обижают, его преследуют, его как-то унижают, здесь я не имею права быть толерантной. Потому что тогда это будет не толерантность, а безразличие. Я думаю, что это самое главное. И если бы все люди были идеальными, то каждого человека всегда можно было бы заменить любым другим. То есть таким же идеальным. Так считал Виктор Франкл. Был такой австрийский психиатр, психолог, невролог, узник нацистского концентрационного лагеря. И что интересно, до последних дней он свято верил в то, что человеку необходимо внушать все самое чистое и светлое. Так оно уже содержится в нем. Каждый человек индивидуальная личность. И нет абсолютно одинаковых, и это невозможно. И чем чаще мы будем говорить о добре, тем чище будет наше общество. Так считал Виктор Франкл. А что значит быть идеальными, с вашей точки зрения? И можно ли быть идеальными вообще? Как работать над собой? Я думаю, что идеальным быть невозможно и не нужно. Внутри нас всегда будет некий идеал, к которому мы хотим стремиться. И часто это такой образ сборный. Мы берем какие-то черты разных людей, которые нам очень нравятся, и соединяем внутри себя, внутри своей психики в такой образ, к которому мы хотим стремиться. И пусть он будет, пусть этот образ будет, и он, правда, всегда недостижет. На то это и идеал. Идеала достичь невозможно. Но это некий ориентир, на который мы можем опираться, когда мы сверяемся с собой, когда мы так смотрим на себя и думаем, в том ли я направлении двигаюсь в своем развитии, в своем личностном развитии, в своем эмоциональном развитии. Вот и все. А идеальным быть невозможно. Это человек, это постоянный путь развития до конца своих дней. И про это же говорил и Виктор Франкл. Таким образом, получается, что у каждого может и есть свой идеал, к которому он будет обязательно стремиться, к которому он будет подражать. Но все равно человек останется индивидуальностью, да? Потому что скопировать абсолютно все невозможно. И хотелось бы, чтобы люди копировали только... Не копировали, а стремились только к хорошему. Что они находят в идеале для подражания. И еще я бы хотела у вас спросить вот что. Быть толерантным, это значит быть современным? Я думаю, что это слово не имеет срока давности. Не важно. Я думаю, что это будет актуально для любого времени. Здесь вопрос не в том, если ты толерантный, то ты современный. А если ты нетолерантный, то ты несовременный. Здесь вопрос в другом. Вопрос в той системе ценностей, которая есть внутри каждого человека. И толерантность, это не просто такая вывеска, которую можно повесить себе на грудь, как бейджик, да? И там говорить, я толерантен, там, или я толерантна. Это про то, что это действительно, вот это понятие встроено в систему моих ценностей. И тогда это не имеет срока давности. Но слово-то толерантность, понятие-то, оно же появилось не так давно. Да, это правда. Да, раньше это называлось по-другому. Терпимость, сочувствие, милосердие. Вопрос не в том, как это называется, да, а вопрос в том, как мы этим пользуемся. И как мы себя ведем по отношению к инаковым. Да, вообще по отношению к окружающим людям. Неважно, отличается этот человек от меня или он похож на меня, да? Хотелось бы верить в то, что мы действительно сможем дарить окружающим только самые теплые чувства. Несмотря на то, что все-таки мы все такие разные. И в заключение, хотелось бы поблагодарить вас, Алина Сергеевна, за интересную беседу и поздравить вас с наступающим Новым Годом. Спасибо большое всех с наступающим Новым Годом. Счастья, здоровья, любви вам и вашей семье. Спасибо за приглашение.